Всем привет! Сегодня первый день в Житомире, мы уже в Украине. И что мы успели за этот день сделать, это забрать наши паспорта и детские праздники детей. В принципе, там никаких приключений не было, все нормально. Мы заказывали их заранее, еще в декабре мы заказали, и сейчас приехали уже забрали. Потом сегодня также мы сделали фотографии, которые требуют от нас посольства для получения виз. Фотографии 3,5 на 4,5, значит только лицо и шея. Но там в письме, когда приходит Павел, там есть описание к требованиям фотографии. И на фотографии сейчас в СНВ, вроде как, есть требования, что должно быть написано сзади на фотографии или от руки адрес фотостудии, где вы это делали, или с датой, там еще с какой-то информацией, или печать должна стоять. Вот в Житомире, как мы сделали эти фотографии, но в фотоотеле категорически отказалась писать от руки. То есть, и вот сразу опять прочувствовался сервис в Житомире, его уровень, да, то есть мы, хотя мы предлагали им доплатить, чтобы они нам сделали эти надписи. Там на фотографии только сзади есть у нас дата. Вот отелье Konica Digital на улице Киевская, 9. И уже не первый раз у нас с ними проблемы, поэтому если кто из Житомира, вам не советую это отелье, потому что действительно как-то очень плохое обслуживание у них. А так, всем пока спасибо, до скорой встречи, пока. Мы приехали в жильце в одном агентстве, это второй день у нас в Украине. Сейчас мы узнаем, нам напишут бумажками о наших там глазах и русских, и мы будем идти в посольство. Оно находится в каком-то там, у меня очень красиво будет в Украине. Вот, чтобы попасть в агентство, нужно зайти через вот эту арочку, мы ее проехали плохо, видно на ее адрес, оставлю под видео. Мы уже сейчас едем в банк проплачивать разрешение на жительство, как оно там правильно называется. Едем проплачивать в прокредит банк, который находится на Лысенко-1, потом уже в посольство. Посольство работает с вторника по пятницу, с 9 до 4, с часа до 2 у них перерыв обед. Так, мы сейчас приехали под посольство Канады, и сейчас муж побежал, но мы, наверное, не успели занести документы. Значит так, мы сейчас будем в кафе кушать, ходили мы хоть за кафе кушать. Не знаю, на какой это улице даже. В посольство мы просто не успели, у них сейчас идут 2 балабет, и вот пока у них был обед, мы решили тоже перекусить все. И сейчас уже идем к машине, и будем ехать назад в посольство. Нам сказали просто в посольстве, что приемные дни у них по таким иммиграционным визам среда пятница. Получается, но сказали прийти после двух, что может нас примут, как мы иногородние. Значит так, мы были в посольстве, пришли туда в полтретьего, но нас уже не приняли, сказали, что или договаривайтесь по телефону о встрече, или приходите по среде и пятнице, подают документы на иммиграционную визу. Поэтому мы не подали сегодня документы, но нам повезло, что мы поехали во вторник. То есть завтра у нас среда, и мы сможем завтра с самого утра туда поехать подать документы. Надеюсь, что все получится. А сейчас мы едим к друзьям в гости. Так что на сегодня это все. Всем пока. До завтра. Сегодня третий день, мы в Украине, и вот мы идем второй раз уже, второй день уже пытаемся попасть в посольство. Сейчас посмотрим, чем это закончится. Уже были посольства, подали документы. Загадила только я, то есть может быть любой из членов семьи, не обязательно главный аппликант, любой может подать документы. И значит нам сказали ждать от трех до пяти рабочих дней, и оставить свой мобильный, они позвонят на мобильный и скажут, когда можно будет забирать паспорта. Значит, что мы давали вместе с паспортами? Мы давали, значит, два проездных детских, два паспорта, бумажка, на которой было написано «Рост, цвет глаз всех членов семьи», потом распечатанный повел, вот две фотографии на всех членов семьи, и квитанция про платье. Значит, насчет фотографий, никаких вопросов не было, мы их не подписывали ни именами, и не писали, в какой фотостудии были они сделаны, то есть ничего мы этого не писали, но замечаний в посольстве не было. Все просто нормально. Фотографии единственное, мы не разрезали между собой, отрезали только две штучки, а две между собой не разрезали, это одно из требований было в посольстве в письме. И, в принципе, все. Заняло это буквально, ну, пять минуточек. Если вы не знаете своего мобильного телефона, советую вам записать свой там, и кому еще можно набрать там мужа, потому что я там немножко отлазилась в номерах, и пришлось идти брать телефон, потому что телефон и все электронные устройства вы уставляете при входе, поэтому я ходила за телефоном еще. Мы подали документы, и теперь будем ждать, когда нам позвонят посольству. Все, на этом это видео заканчивается. Сейчас мы едем назад в Житомир, и уже будет следующий, буду снимать уже следующий этап. Всем пока, до новых встреч!